Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы «Буганфорум» в студии Виктория Саченко. Как всегда, в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей, расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Коротко о главном. Ценим и любим город, в котором живем в областном центре, прошел городской субботник. Планы и перспективы развития Бреста и Брестской области заседания областного исполнительного комитета состоялось на текущей неделе в областном центре. На страже порядка и чистоты городского уклада жизни сотрудники жилищно-коммунального хозяйства отмечают свой профессиональный праздник. Об этих и других событиях прямо сейчас. Период с 21 марта по 30 апреля в областном центре Брещена объявлен временем наведения порядка на земле. В городе проходит месячник по благоустройству. В его рамках запланирован и проводится целый комплекс мероприятий. Это и уборка мусора в районах перспективной застройки, а также поймах рек и приведения в надлежащий вид подворья и дворовых территорий. Среди них работа в парке «Тысячелетие Бреста». В настоящее время там ведется посадка деревьев. В субботу и текущей неделе собрала на данной площадке более 100 человек, объединенных желанием сделать наш город зеленее и краше. На месте событий побывала и наша съемочная группа. Тему продолжит Анастасия Остробко. Субботник в рамках месячника благоустройства собрал на площадке около строящейся Свято-Христорождественской церкви в юго-западном микрорайоне 5 порядка 130 человек. Это представители городской вертикали власти, депутаты, ветераны и молодежь. Цель мероприятия – посадка деревьев в парке «Тысячелетие Бреста». Всего их в зеленой зоне планируется высадить около 2000. На 26 марта запланирована четвертая часть, чуть более пяти сотен. Я рад, что все сюда пришли без принуждения. Я рад, что каждый из нас своим трудом делает наш город ярче и лучше. Испокон веков славяне вместе толокой решали все вопросы. И уж тем более приведение в порядок своего жилища, своего подворья, своего населенного пункта. Эту работу мы будем продолжать и вне рамок месячника благоустройства. Мы будем закладывать подходы на то, чтобы иметь базис для нашего города к тысячелетию. Что примечательно и очень символично, в субботнике принимают участие представители подрастающего поколения и те, кто сегодня находится на заслуженном отдыхе. Что является бесспорным доказательством любви к родному городу со стороны всех его жителей и непрерывающейся связи поколений. Мы передаем молодому поколению то, что сами завоевали 70 лет назад. И хотим, чтобы это молодое поколение было счастливым, радостным. Не забывало наших трудовых и военных подвигов. Сегодня в парке тысячелетия работает более 40 членов Белорусского республиканского союза молодежи, которые на протяжении долгого периода времени занимались посадкой деревьев. Хочется отметить, что ребята даже звонят к нам в городской комитет, интересуются, спрашивают, когда можно, когда можно принять участие. И эффект от подобных акций, от акций по наведению порядка на территории города, безусловно, есть. Потому что ребята, которые сами убрали бумажки, сами убрали пэт-бутылки, которые посадили дерево, они уже в дальнейшем не бросят ни бумажку, не бросят ни бутылку, не сломают дерево. К слову, в ходе мероприятия мэр города Александр Рогачук рассказал о двух перспективных проектах, которые уже в ближайшем будущем могут серьезно изменить инфраструктуру областного центра, повлиять на его благоустройство. Есть серьезный инвестор, серьезный отечественный инвестор, это предприятие «Конте», который реализует серьезнейший проект у себя на малой родине в городе Гродно. Нам удалось увидеть его в перспективности инвестиций в наш город Брест. И на данный момент мы выносим на общественное обсуждение проект стоимостью порядка 70-80 миллионов евро. Это крупнейший центр развлекательно-торговый, где будет ледовый каток, где будут кинотеатры и так далее. Я в этой ситуации боюсь говорить много, потому что мы имели печальный опыт анонсирования серьезных проектов, которые потом выхолощивались до уровня банального сарая под названием какой-то сетевой магазин. Наша задача сейчас, я вам говорю как мэр, не упрощать действующие проекты, которые анонсируются. Проект может быть реализован на площади в 24 гектара на территории за зданием администрации Московского района. Сегодня там пустырь, куда некоторые недобросовестные граждане регулярно свозят мусор. Есть шанс превратить это место в центр культурно-досугового притяжения. Руководство города призывает брещан принять активное участие в обсуждении. Второй инвестор, к слову, тоже белорусский, готов внести положительные коррективы во внешний вид главной магистрали города, поучаствовать в строительстве микрорайона по улице Машерова напротив Белтелекома. Старые дома там находятся в неприглядном состоянии. Возможно, совсем скоро эта площадка тоже предстанет перед жителями и гостями города Надбугом в обновленном, улучшенном виде. Анастасия Стропко, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Очередное заседание Брестского областного исполнительного комитета состоялось на текущей неделе в городе Надбугом. На повестке дня стояло два вопроса. Первый был посвящен результатам проверки соблюдения местными исполнительными и распорядительными органами, а также иными организациями Брещины бюджетного законодательства. Второй – готовности сельскохозяйственных организаций региона к весенним полевым работам. Подробности в следующем материале выпуска. В четвертом квартале 2015 года комитетом госконтроля совместно с Министерством финансов Республики Беларусь была проведена проверка соблюдения финансового законодательства 45 объектами Брестской области. Это государственные органы, их структурные подразделения, а также иные организации. Проверяемый период – 2013, 2014 и 9 месяцев 2015 года. Использование бюджетных средств – это всегда задача для органов исполнительной власти. Основное и рациональное использование средств без нарушений – это прямая задача органов исполнительной власти. Второй вопрос – это экономия бюджетных средств, а не их использование не по назначению. К сожалению, в докладе и в результате проверки у нас в области выявлены факты нецелевого использования и нерационального использования бюджетных средств. Это недопустимо. В настоящее время к административной ответственности привлечено 76 физических и 20 юридических лиц. Выявленные нарушения необходимо устранить до 1 июня. Вторая тема заседания – готовность региона к весеннеполевым работам. Посевная уже началась в некоторых хозяйствах области. Если погода и дальше будет помогать аграриям, старт массовому севу дадут в текущие выходные. Весна этого года, она, я считаю, что нормальная, просто немножко запаздывает. Но, в принципе, те погодные условия, которые проводят, мы поправили влаги. У некоторых ее уже в избытке, в некоторых районах. Но в целом влаги достаточно. Поэтому я думаю, что с понедельника и даже с воскресенья, вот субботу-воскресенье, обещают хорошую погоду, уже устойчивая температура, мы полным ходом начнем работать. Нынешняя посевная стартовала в непростых финансовых условиях. Необходимо оперативно решать вопросы по эффективному использованию денежных средств и материальных ресурсов. Однако уровень требований к количественному и качественному выражению будущего урожая это не снижает. На 2016 год постановлению Совета министра в Республике Беларусь определены объемы производства основных видов сельхозпродукции. В зерна необходимо получить полтора миллиона тонн, сахарная свекла – 860 тысяч тонн, масло семян рапса – 150, льно – 324, картофеля – 200 тысяч тонн, овощей – 128 тысяч тонн. И самое главное – заготовить травяных кормов – 1 миллион 660 тысяч тонн. Для выполнения поставленных задач необходимо мобилизовать силы сельхозорганизации, а если потребуется привлекать к посевной и иные, в том числе городские, организации и предприятия области. В кратчайшие сроки важно решить и вопросы по недостатку удобрений и топлива в хозяйствах, где такие проблемы есть. Главное – не сидеть сложа руки. Особенно это касается руководителей и представителей власти на местах. Только максимально задействовав все имеющиеся ресурсы, в том числе технологическую дисциплину, порядок и ответственность кадров, можно рассчитывать на хороший результат. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. К другим темам. Они стоят на страже чистоты и красоты наших улиц, подъездов и домов. Благодаря их неустанному труду город по праву получил звание одного из самых уютных и зеленых уголков нашей страны. Речь идет о сотрудниках жилищно-коммунального хозяйства – организации, с работой которой мы сталкиваемся ежедневно. И пусть порой обыватели сетуют на работу коммунальников, ведь, как говорят, кто ничего не делает, тот не совершает ошибок. Тем более это касается тех, кто денно и ночно заботится о таком важном деле, как благоустройство нашего родного города. Накануне своего профессионального праздника, который традиционно отмечается в 4 воскресенье марта, сотрудники ЖКХ получают поздравления и подарки от руководства и коллег, а также благодарных клиентов. Подробности в сюжете Виктории Драгобецкой. Благоустройство и озеленение улиц, ремонт транспортных артерий города, уборка мусора и снега, прокладка теплосетей. Вот неполный перечень той работы, которую ежедневно, без скидок на каприз природы, времена года и выходные, проделывают коммунальники. Сегодня в состав жилищно-коммунального хозяйства входит 10 предприятий, на которых трудится около 4000 человек. Наравне с благодарностью, в их адрес нередко звучит и критика. Порой заслуженные, а порой и нет. Часто обыватели сетуют на труд коммунальников, не вникая в суть, не замечая объемов и качества. Говоря об этой проблеме, генеральный директор Брестского ЖКХ Игорь Сильченко подчеркнул, что работа над ошибками – одна из главных задач на предприятии, которая сегодня выполняется. С другой стороны, руководитель ЖКХ поделился их достижениями, которые действительно дают повод гордиться. Я, например, лично горжусь о том, что удалось, наконец-то, я подчеркиваю, с малыми финансовыми вложениями решить вопрос запаха в городе. Я думаю, для города и для жителей это важно. Я, например, лично горжусь той елкой, которая, так сказать, и убранством города, особенно центральной площади, которую удалось сделать именно в эти новогодние праздники. В целом, я горжусь тем, что, повторяюсь, что, как говорится, хочется постучать, но у нас не было никаких аварий, которые повлияли бы на жизнедеятельность наших жителей. У нас люди всегда были с водой, с теплом и со светом. Владимир Мурза – один из тех, кто стоит на страже подачи тепла в городские дома и квартиры. Более 40 лет он работает в котельной Южного городка и, по его словам, знает каждый болтик в замысловатой системе труб и счетчиков. И не мудрено. Именно Владимир Александрович принимал котельную в октябре далекого 1975 года, настраивал оборудование и передавал впоследствии свой опыт молодой смене. Я начинал со слесаря когда-то. Я 4 года был слесарем-ремонтником. А потом, когда эту котельную начали строить, 70% готовности было котельной, я перешел к жальникам котельной, принимал ее в эксплуатацию, наладку делал первичную. Труд не только уметь надо. Конечно, уметь обязательно надо, но надо и добросовестные отношения. Человек старался, чтобы любил свою работу. Владимир Мурза – один из 10 человек, который в торжественной обстановке получил почетный знак ветерана ЖКХ, награда, которая была впервые введена руководством предприятия в этом году. Всего в честь профессионального праздника еще около 100 сотрудников получили заслуженные грамоты за добросовестный и безупречный труд. Начальники транспортного отдела, водители, мастера смены аварийной службы, дворники и ремонтники. Для кого-то эта награда первая, для других еще одна в копилку личных побед. Но независимо от количества достижений, каждый раз это всегда приятно и неожиданно. Большое спасибо, это очень приятно, что поздравляют, не забывают, это очень волнительно. Большое спасибо заводу, что не забывают, поздравляют. На праздничном мероприятии прозвучало немало слов поздравлений. Подарен не один букет цветов, вручена почти сотня грамот и благодарственных писем, безусловно заслуженных. Это подчеркнул и мэр города Александр Рогачук. Поздравляя работников многоотрасливого предприятия и акцентируя внимание на том, что забота о благоустройстве нашего родного города выполняется качественно. А это позволяет Бресту сохранять статус культурного и зеленого уголка Беларуси. При всем нашем рабочем взаимодействии я понимаю ваше огромнейшее желание сделать наш город ярче, сделать наш город чище, сделать наш город комфортнее. Да, сейчас есть самые лучшие возможные времена в мировой экономике, возможно ситуация в целом по бюджету не самая благоприятная, но неизменным остается приоритет городской власти, руководства области в развитии именно нашего благоустройства, нашего с вами благосостояния. Поэтому заверяю вас, что всегда вы будете в центре нашего внимания, заверяю вас, что всегда будут поддержаны все ваши замечательные инициативы и вы никогда не будете отбрены вниманием. Сотрудникам хочется пожелать в первую очередь здоровья, оптимизма, удачи во всем. Все, как говорится, всякие времена мы переживали, было гораздо и хуже. Я уверен, что наш коллектив, он сплоченный и нам все по плечу. Виктория Дрогобецкая, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрите городские новости на БУК-ТВ. Продолжаем разговор о важном и актуальном. 21 марта в календаре Всемирный день человека с синдромом Дауна. Эта дата появилась в 2005 году. В этот день во многих странах мира, в том числе и Беларуси, проходили благотворительные и просветительские мероприятия, акции, конференции и семинары. Кроме того, это повод обратиться к заболеванию генетического происхождения, к людям, которые с ним живут, узнать больше информации о врожденном диагнозе. Наверняка каждому из нас доводилось встречать особенных людей на улице или в других общественных местах. Бесспорно, многие задавались вопросом, как человеку с врожденным заболеванием живется среди других. Каким он видит мир? Чем отличается от здорового человека? Солнечные люди или люди с синдромом Дауна? Какие они? Правдивы ли мифы о них? На эти вопросы искала ответы наш корреспондент София Бережная. Небольшой продуктовый магазин в микрорайоне «Северный». Мы заглянули сюда в будний день. Не обратить внимания на этого парня сложно. Он старательно наводил порядок на стендах магазина, помогал разгрузить машину с продуктами, укладывал товары на складе, отделял бумажные отходы, чтобы сдать переработку. Как оказалось позже, жители микрорайона хорошо знают трудолюбивого парня. Он приветлив и отзывчив, и его называют здесь по-доброму – Миша. Михаил Ворончук – парень с врожденным заболеванием, у него первая группа инвалидности. Однако, несмотря на неутешительный диагноз, 34-летний брещанин нашел себя в работе, в общении, в помощи другим. Человек абсолютно безотказный, всегда с хорошим настроением, никогда никаких характеров, он никакого характера не показывает, никаких вспышек, эмоций. Человек с таким чувством юмора, что всегда выходит легко из любой ситуации. Самому тебе нравится твой труд? Нравится, мне, естественно, нравится. Нравится? Очень. Помогать и в магазине, да? Да, помогать в магазине, разгрузать машины, туда-сюда носить за залом смотреть и макуратуровать. Все мне пристается. А сложности есть какие-то в работе? Нет, сложности нет. Ничего, за всякую работу берешься, да? За всякую работу. Десять лет Миша трудился в ЖРЭО в качестве рабочего по складу вместе с отцом. Сегодня помогает в семейном деле родным владельцам торговой точки. Исключительно по своему желанию. Признается, что каждый день проходит интересно и плодотворно. Помимо этого, у него есть масса увлечений, кино, музыка. Даже забота по дому доставляет парню огромное удовольствие. Научиться жить с диагнозом Миши помогали родители и младшая сестра. Семья поддерживала его в различных начинаниях. Пообщавшись с героем, понимаешь, почему люди так тянутся к нему. Открытость, искренность, радушие, положительная энергетика и какая-то непоколебимая внутренняя сила. Все то, что каким-то необъяснимым образом сочетается в одном человеке. Пример нашего героя Миши, по словам врача-психотерапевта, показателен. Богатый набор качеств характерен для людей с таким диагнозом. Однако, предостерег специалист, подход к таким людям должен быть крайне обдуманным. Несмотря на то, что какая-то умственная задержка у них есть, нужно не забывать, что в остальном они мало чем отличаются от остальных людей. Особенно в сфере эмоциональной. У них есть чувства, у них есть эмоции. Так как у них абстрактное мышление достаточно сильно может быть нарушено, у них очень хорошо развивается конкретно образное мышление. То есть, грубо говоря, что вижу, то и думаю. Соответственно, они видят эмоции и они сразу их воспринимают как зачистую монету. Они плохо умеют обманывать и все воспринимают с детской наивностью, назовем это так. Они считывают эмоции лучше, чем обычные люди. Поэтому нужно быть особенно внимательным по отношению к таким людям в процессе беседы, в процессе разговора с ними. Не следует как-то подшучивать над ними, используя высокопарные какие-то, возможно, фразы. Это выражение. На обслуживание в отделениях дневного пребывания территориального центра социального обслуживания населения Московского района. Сегодня 72 человека с ограниченными возможностями. 8 из них – люди с синдромом Дауна. Специалисты учреждения делают все возможное для того, чтобы они были задействованы в творчестве и трудовой деятельности, имели возможность общаться со сверстниками. Старшему из них 45, младшему 18. Все они уже преуспели в любимом деле. Творческие шедевры в этой мастерской рождаются прямо на глазах. Здесь особенные люди могут проявить себя в полной мере. Старательно выводя узоры и штехи, воплощая в жизнь сложные узоры практически ювелирной работы, они успевали отвлечься на приход съемочной группы. Дружелюбно приглашали в мастерскую, искренне радуясь гостям. Таковы они во всем – солнечные люди. Такая категория людей, которые очень добродушные, живые. Они никогда не отвечают злом на зло. Они очень восприимчивы их добру, и от них идет вот такого, исходит тепло и доброта. Люди особенные. Они все время желают быть впереди. Они желают выступать. Они хотят все время себя показать. И, что интересно, обижаются, когда их не воспринимают так, как они хотели бы, что их воспринимают. Но, тем не менее, это действительно луч солнца в нашем царстве, скажем, деление длинного пребывания длинного ряда. Среди нас немало умных, талантливых и одаренных людей, людей с уникальными способностями. Люди с врожденным пороком – не исключение. Примеров те, кто успешен и реализован в жизни даже больше своих здоровых сверстников. Множество. Они хоть и несколько отличаются от нас, они не другие. Все, что мы можем сделать для этих людей, чтобы их жизнь стала еще чуточку краше – улыбнуться при встрече. Такая, казалось бы, мелочь непременно вызовет отлик в сердце каждого из них. О чем мечтаешь? Чего хочешь? Я мечтаю быть солдатом. Ну, не завязочка, так получилось. Чувствуешь ли ты сам себя особенной? Я чувствую обиденный себя. София Бережная, Дмитрий Хрущ, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Каждый человек, независимо от вероисповедания, возраста, образа мышления, всегда по-особенному относится к тому месту, где родился и живет. Это тот город, поселок или деревня, та улица и тот дом, где мы родились, где сделали свои первые шаги, сказали первое слово, узнали первые радости и первые обиды. Это и люди, которые нас окружали и окружают в повседневной жизни. И для каждого все это самое дорогое и, конечно же, неповторимое. Накануне в областном центре были подведены итоги большого конкурса с символичным названием «Неповторимый Московский район». Школьники всех учебных заведений района активно включились в работу по созданию презентаций и видеофильмов. Что из этого получилось и кто вошел в число фаворитов? Ответы на эти и другие вопросы в сюжете Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Более сотни работ пришли на адрес отдела образования, спорта и туризма администрации Московского района с пометкой «На конкурс». К слову, ни одно общеобразовательное учебное заведение района не отказалось использовать такую хорошую возможность продемонстрировать свои таланты и умения. А некоторые представили на творческое состязание работы, которые действительно удивили своим разнообразием и креативностью. Этот конкурс объявлен впервые. Ну и я, конечно, поблагодарить именно за объявленный конкурс хочу наш отдел образования. Потому что именно они присвоили название этому конкурсу. И я считаю, что это привлечет наших ребят, особенно более молодого поколения, к небезразличности к району, чистоте, порядку и уюту, соответственно. И каждый выразит своих работ в свою гражданскую позицию, как он видит, чтобы выглядел наш красивый Московский район. Московский район – один из крупнейших промышленных, транспортных, спортивных и культурных районов Брестской области. Богатая инфраструктура, развитая спортивная база и транспортная сеть – все это продиктовано временем и необходимостью. Две трети от общего количества жителей областного центра проживает именно здесь. Район славится своими промышленными традициями. Такие предприятия «Титаны», как «Савушкин продукт», «Электроламповый завод», «Гефест» активно работают, развиваются, а их продукции и услуги известны далеко за пределами Беларуси. Московский район имеет свое неповторимое лицо. Он постоянно строится, превращаясь в динамичный, красивый и удобный для жизни уголок нашей страны, устремленный в будущее. Именно это и предопределило такое большое количество номинаций конкурса, в число которых вошли купола храмов, профессиональные династии, видеорассказы о ведущих предприятиях и их производственных традициях. В «Облгазе» у нас работают друзья, родственники, соседи. Они рассказывали, что им очень хорошо работается, и мы решили проанализовать и посмотреть, и выяснить, как на самом деле в «Облгазе». И делали на эту тему презентацию. Почетные награды нашли своих обладателей. В пяти номинациях были определены три призовых места и, конечно же, гран-при. Свои заслуженные подарки молодые режиссеры получили из рук жюри, в числе которых представители местной вертикали власти, депутаты, сотрудники руководства ведущих предприятий района. Первый шаг от лица молодежи эти талантливые ребята уже сделали. Дальше их ждут новые добрые дела на благо московского района. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу «Бугинфорум», и это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале «Буг.ТВ» работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-6367, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Бугинфорум» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотры заинтересовавших вас сюжетов – все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе «Прогноз погоды на ближайшие дни» я, Виктория Сащенко, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней с добрыми новостями и до встречи в эфире. 27 марта погода в городе над «Бугом» обусловит в основном область повышенного атмосферного давления. Лишь ночью сохранится влияние малоактивного фронта. Преимущественно без осадков, лишь ночью возможны небольшие осадки. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха в ночные часы будет сохраняться в пределах нуля градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 9. 28 марта город Брест по-прежнему будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Лишь днем скажется влияние неустойчивых воздушных масс. Ночью преимущественно без осадков. Утром и днем местами дожди. Ночью по-прежнему столбики термометров покажут около нуля градусов. Днем воздух прогреется до 10 градусов со знаком плюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова